Всем привет! Сегодня у меня будет на обзоре торговая марка Leslie. Все товары я купила за собственные деньги. Купила я себе органайзер торговой марки Leslie. Стоит он 900 рублей. Понравился мне цвет органайзера самого. То, что у него двухсторонние прозрачные кармашки. Они большие, пластины, так как у них 14,5х9,5 см. Смотрите, пластина зашла вместе с конвертиком. У меня есть органайзер в кармашек, но мне не понравилось тем, что через 2 месяца эксплуатации пластины я вытаскивала редко. Храню я их пластиной, конкретно без конвертов в кармашках. И через 2 месяца у меня первый конвертик начал рваться. И лопнул он не по шуму спайки, а буквально в долях миллиметра от него. И пошел дальше вниз, именно в сторону середины кармана. И теперь приступим к самим пластинам. Пластины находятся в индивидуальных конвертах. Конверты soft-touch поверхность. Такая приятная, бархатистая. Размер рисунков чуть меньше типса стандартный. На длинные ногти рисунки нужно комбинировать. Не подойдут. На короткие очень ногти тоже особо не подойдут. Только единичные рисунки. Купила я себе также популярную пластину зимнюю Winter Mood 1. С данной пластины в свое время года, в прошлом году или даже год назад, китайцы пластины GR очень много скопировали рисунков. Очень была у них эта популярная пластина. И также рисунки были скопированы с Winter Mood 2. Здесь были украдены снеговик конкретно, олень. И еще какой-то с этой пластины рисунок. Я уже не помню, пластины я, к сожалению, не доставала. И еще прикупила лаки. Я заказывала две посылки. Это две разные покупки. Будет еще дальше вторая часть. Лаки очень пигментированы. Объем 10 мл. Они очень хорошо видны на черном. Они не теряют свою пигментацию. Консистенция у них жиденькая. Сохнут они долго. Я бы сравнила их с Bon Preti, с ранними, которые были у них по 15 мл. Метрофлаконы с новыми не могу сравнить. У меня их нет. Я уже об этом говорила. И вот посмотрите, как я на типсах сделала на белом и черном оттиск. И они отлично видны и там, и тут. Оранжевый я использовала в реверсивном стемпинге. Кстати, это я, наверное, делала стемпинг где-то в сентябре. Максимум в октябре. Вот с тех времен у меня это видео и начало сниматься. Посмотрите на желтый. Желтый отличный. Кстати, у них теперь в коллекции два желтых. Есть еще цвет мимоза. Он более теплый. Это более холодный желтый. И они все прекрасно видны на черном и белом. Ну, на белом все лаки видны, а вот на черном не у всех фирм прекрасно ложатся, особенно желтые. И посмотрите, как на тонкой гравировке работают лаки. Это вторая часть уже. Второй заказ мой. Это были новинки у них. Эти пластины чуть дешевле. Большие стандартные пластины идут 850 рублей. Эти по 700 рублей. Или 750, уже не помню. Очень классные мультяшные рисунки. Пластина называется Бомбина. Рисунки подойдут на средние длины и длинные ногти. На очень короткие. Я думаю, что не очень подойдут. Следующая пластина Трэш Полька. Это больше такая хэллоуинская тематика. Но, как рассказывал создатель этого бренда, ее вдохновили. Татуировки. Есть такой стиль в татуировках Трэш Полька. И вот она оттуда это все взяла дело. Мне здесь понравились крылья, тигр, мездить и драконы. Из этих рисунков я эту пластину взяла. И еще докупила Винтер Мук 3. Второй я так пластину себе и не купила. И еще я ожидаю Винтер Мук 4. У них... Когда они выпустили ее? Где-то в конце ноября, в начале декабря. И постоянно у них коллекции пополняются. Буквально 17 декабря у них был анонс нескольких еще пластин. Вышли новинки. Маленькие вот такие на белой подложке. Кстати, они поменьше, чем стандартные пластины. И у них уже подложка. И также у них вышла еще шиммерная коллекция лаков для стемпинга 28 цветов. У них была основная коллекция. Было 25 или 27 цветов. Потом вышли еще где-то 10 штук или 15. Следом вышли еще пластины. Ой, пластины. Лаки совместно с Нейл Мастером. Они назывались Лимитированная коллекция. Они прям в коробочках там по 10 штук продаются. С Дилярой, Дорой. Есть такой мастер маникюр. Она работает в Петербурге. У нее есть свой аккаунт в Инстаграме. И последняя была вот эта 17 декабря. Выпущена серия шиммерных лаков. И я уже сделала заказ. И теперь жду еще новинки. Наверное, не скоро будет. А так, у данного лака даже есть приписка, что пигмент оседает, что это нормальный. Лаки нужно очень хорошо перемешивать. Они очень пигментированы. Я даже себе уже подумаю прикупить шейкер, который есть у Юлии Горбуновой. Потому что эти лаки, так же как и лаки Нейл Стори, нужно очень тщательно перемешивать. Потому что пигмент тяжелый, он оседает. И шарики, которые содержатся в красках, очень нужно долго мешать. Кисточка у лаков короткая, нестандартная. Она короткая, как у базы Уно Рабер. Цвета необычные. Что подкупают у данной фирмы, это палитра цветов. Потому что у них не только стандартный белый, красный, синий, черный, золото, серебро. А именно такие вот фиолетовые. Я знаю, что у Бонпрете большая палитра. Но конкретно, допустим, если взять коричневые, здесь оттенки таких у Бонпрете точно нет. Если фиолетовые, еще какие-то зеленые можно посмотреть, то пастельные, коричневые, телесного оттенка. Вот, кстати, телесного оттенка очень трудно найти. У Лесли он вышел такой цвет. По-моему, в коллекции как раз от Гиляры Доры. Где-то там нужно смотреть. Сейчас я сделаю сводчи на типсу, на черный, чтобы показать, насколько краска пигментирована у Лесли. Делать я буду с пластины Токидаль. Просто здесь рисунки поменьше. И она у меня была под рукой, потому что я смотрела, что-то делала с пластиной. В общем, рисунки будут с нее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кстати, у меня есть золото от Николь Дарри и от Свенки. Но Свенки это не золото, а бронза больше. И сейчас я сделаю на пластине Симпли, так как она у меня первая также попалась под руку, где есть более плотный рисунок, чтобы посмотреть, как цвета отличаются друг от друга. Музыка 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 приближенный к черному, чтобы рисунок потом этот не виднелся из-под подложки, которую вы зальете кошкой. В общем, для вот этого дела я взяла фиолетовый цвет. И просто заполняя тонкой кисточкой полностью рисунок, промагничиваю и сверху делаю еще раз стемпинг опять этого же медведя, но уже черной краской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только у нее были эти рисунки сделаны на светлой подложке, а я подумала, а как она будет выглядеть на кошке цветной. И в общем, я сделала несколько вариантов, один из которых я показала вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 До скорой встречи! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok